Ты ешь, ешь. Всё-таки важнее это душевное состояние женщины, потому что фигуры это не самое главное, на мой взгляд. Ну, конечно, было бы, как это говорят, неплохо, да, быть здоровым и богатым, но это как бы в идеале, и всё-таки не надо... Вообще, конечно, человек так тонко устроен, и вот эта психика, это такая тайна, и, конечно, жалко этих людей, которые сходят с ума на этой почве. Об этом художники говорят разное. Кто-то боготворит, кто-то, мягко говоря, недолюбливает. Одно точно – именно его работы сегодня копируют чаще всего. Я скажу честно, да, это собирательный образ. Вот здесь слито восемь изображений. Восемь изображений лучших, как бы, частей женского тела. Это, конечно, собирательный образ. В жизни такую красавицу встретить очень сложно. Я, конечно, могу показать, как бы, реальную красавицу. Вот у меня есть такая работа. Вот натурщица. Да вот такой вот образ красоты. Может быть, вот как бы и надо всё воспринимать, и так, как оно есть. Конечно, ей до Венеры далеко, но как бы вот она такая родилась. Вот это её устройство. Зато, может быть, она человек хороший. Наташе всегда нравились стройные девушки. А потому сохранение модных параметров 90-60-90 всегда было её главной жизненной целью. Я недавно поправилась килограмм на 10 после этого, что я только не делала, на каких только диетах не сидела. Помню, кушала рис. Это было жутко. Один рис, я смотрю на него, подношу ложку ко рту, и мне уже тошнит. Это было ужасно. Вот я выдержала 2-3 дня, сбросила 4 килограмма. И буквально через некоторое время я опять поправилась. Поняв, что почерпнутые из газет и журналов рисовые и яблочные диеты не приносят желаемого результата, Наташа стала искать свою формулу поддержания идеальной фигуры. Вот я, допустим, пащусь. Я пащусь 4 раза в год. Великий пост. Сейчас идёт Успенский, я не ем мясо. А Великий пост вообще. Я ем только одни овощи, фрукты. А в страстной неделе вообще ничего не ем. Я полностью привыкла абстрагироваться от еды. Сегодня без этого качества Наталье было бы очень непросто выживать. Место работы для постоянно худеющего человека она выбрала довольно неподходящее. Наташа работает в ресторане. Да, это тяжело. Аппетитно, вкусно пахнет. Но, опять же, абстрагируюсь. А вот у Натальяного мужа абстрагироваться от её взаимоотношений с едой никак не получается. И иногда он в весьма активной форме пытается напомнить своей жене о том, что, чтобы жить, нужно хотя бы иногда есть. Я сама осознаю, что это озабоченность. У меня муж тоже говорит маньячка про меня. Такова моя, таков мой стиль жизни. Глядя на маму, в этом же стиле пытается жить её 11-летняя дочь. Это что-то с чем-то. Она, я уже смотрю, она от зеркала не отходит. Мама, у меня здесь лишний жирок, мама, у меня животик, что мне делать? И мне надо на диете посидеть. Я кушать на ночь не буду. Я уже начинаю с ней бороться. Сама-то не ем. А когда смотрю на неё, мне уже хочется, чтобы она покушала. Ребёнок же мой. Маленькая ещё. Рана. Получается, я за неё ем. Это неопъяснимо. Это материнские чувства. Материнские. Надо накормить. А по отношению к себе? Жёсткие рамки. Потерпев неудачу в долголетней открытой борьбе с этими рамками, муж Натальи перешёл к партизанской войне. Я даже заметила, у нас были весы, и они пропали. Мне кажется, муж их специально убрал от меня. Потому что эти весы всегда были рядом со мной. Я всегда взвешиваюсь. Сейчас их найти не могу. Поэтому я не знаю, сколько. У меня весы, для меня это уже проблема номер один. Надо купить хорошие электронные весы. Очень многие мужья, вот тоже такой случай жизни, расскажут. Я знаю несколько случаев, что жена занималась, делала и пластику себе, и действительно привела себя в порядок. У неё крышу не снесло, у неё всё нормально было с головой. Но она так много уделяла этому времени, что в конце концов она забыла про мужа. Муж, естественно, терпел, обижался. Что потом этого мужа охмурила нормальная женщина, которая именно любовью, именно вниманием, именно своей заботой. Как бы то ни было, но глядя на фигуры топ-моделей, многие девушки превратили свою жизнь в вечную гонку за стройностью. Всерьёз обеспокоившись моральным и физическим здоровьем нации, правительство Великобритании приняло постановление, согласно которому соотношение худых и полных девушек на телевидении должно быть 50 на 50. Или иное, но в пользу полных. Так правительство Соединённого Королевства пытается воздействовать на неокрепшие умы юных леди. А в Аргентине власти тоже ввели закон о размере. Теперь в витринах торговых центров Буэнос-Айреса стоят манекены с фигурой среднестатистического человека. Нарушители этой национальной программы ожидают большие штрафы. Ну это очень такой смешной тоже метод борьбы. Как можно бороться с пропагандой, понимаете? Это завтра объявить там Ницца, там плохой город, да? Иканы, ужасный город, да, так сказать. И не езжайте туда, да? Ну и что, все туда поедут. И всё же на недавнем показе мод знаменитые кутюрия Дольче и Габана могли лишиться многих своих манекенщиц. Дело в том, что в Италии введён закон, по которому к работе на подиуме могут быть допущены только те девушки, которые предоставят медицинскую справку о том, что не страдают нервные анорексии. Конечно же, прекрасно, когда красивая профессия, может быть, фотомодель, манекенщица, и, вы знаете, балерина, это очень всё прекрасно. Но это проходит, а жизнь остаётся. Сегодня существует какая-то, вы знаете, ненормальная такая мода на дистрофию. Но, вы знаете, вот смотреть на гремящие кости на сцене, я вообще думаю, это вряд ли приятное зрелище. Специалисты не случайно называют хроническое нежелание есть синдромом модели. Ему более подвержены представители творческих профессий. Актёры, телеведущие, звёзды шоу-бизнеса вынуждены постоянно соответствовать неким стандартам красоты. Есть вот понятие успешности, да. Многие, может быть, не задумываются действительно, что их жизненный успех, их жизненный подъём, их работа, например, да, их заработная плата, их общение с людьми зависит от их внешнего вида. Я сама на себе даже заметила, и когда похудела, я не ожидала, что столько людей на меня обратят внимание. Вот реально. Ну, я не знаю, может, мне повезло, что в мою сторону не было никакой такой критики или там особых требований. И слава богу, потому что я считаю, что, ну, наверное, если ты артист, то несёшь что-то немножко другое. Только любовь была между нами красивая Эта любовь сквозь безумную полночь кричит Когда Елена Кукарская пришла на фабрику звёзд, она была студенткой Тюменского государственного института искусств и культуры. Лена пела, играла на фортепиано, и, несмотря на вполне аппетитные формы, имела второй разряд по баскетболу и волейболу. Я понимаю, когда идёт реклама на что-то, да? Но когда идёт реклама, глобальнейшая реклама, за последний год особенно, это с ума сойти реклама, она идёт на эти диеты. Это причём так, что люди, они же смотрят, а вот в той же глубинке, в провинциях, я тоже читаю газеты, смотрю, что девочка просто-напросто чуть не умерла, потому что она смотрит, все худеют, я тоже похудею, меня будут любить, всё, будет счастье. Да не будет счастья, если ты будешь умирать на больничной койке, извините меня, кто к тебе придёт? И всё же в свои 20 лет Лена тоже попробовала диета на вкус. Однажды я попробовала банановую диету, прошли сутки, я упала в обморок, мама откормила меня пирожным, я сказала маме, спасибо, до свидания с диетами. Замолчи, ничего не говори, я знаю, сама. На сегодняшний день в мире существует более 700 видов диет. В основе любой из них – снижение калорийности. Японская, например, требует употребления только белковой пищи на протяжении двух недель, картофельное – пюре и апельсинов, голливудское – уменьшение порций до микроскопических размеров. Я прошла через все эти диеты, я пробовала всё на себе. Вот я так поняла, что надо обязательно найти свой путь какой-то, да, в этом процессе. Значит, пробовала кремлёвские диеты, пробовала лужковские диеты, такие тоже у нас были, разработанные специально какими-то агентами НАСА для космонавтики, да, чтобы космонавты быстро сбрасывали вес. Пробовала раздельное питание, пробовала брать кровь по Волкову, значит, ходила и тоже питалась всеми этими странными интересными диетками. Пробовала голодание, пробовала иглоукалывание, пробовала пиявки. То есть, я не знаю. Люди себя теряют своё здоровье, не употребляя массу витаминов. И потом в итоге, через несколько лет, либо они становятся больными, либо психологически зависимы, либо толстеют ещё с большей скоростью. Ирина может спокойно критиковать тех, кто тратит массу сил и времени в поисках возможности похудеть и совершает на этом пути ошибки. Стройной фигурой и она, и её дочь Алиса обязаны природе. Алиса, ей, слава Богу, природа дала, как и мне в своё время, да, что мы ели, что хотели, и пироги бабушкины, и едим, и мы не поправлялись. Ну, опять же, может быть, активный образ жизни. Знаменитой Твиге тоже не приходилось прилагать никаких усилий для сохранения образцовой худобы. Чего нельзя сказать о большинстве девушек, которые ради стройности доводят себя изнурительными диетами до истощения. Любая диета, будь она кремлёвская, знаете, или какой-нибудь ещё тибетской, или японской, она всё равно разрушение, потому что это стресс для организма. Вот эти метания, они ни к чему, кроме как к развалу здоровья, нервные системы больше ни к чему не приводили, потому что постоянно поражения какие-то я на своём пути встречала. Безусловно, можно, наверное, в каких-то таких односторонних, весьма ограничительных диетах сбросить определённое количество килограммов, но при этом поиметь проблемы и в отношении состояния здоровья, и поиметь опять-таки и возврат веса, и даже прогрессию, увеличение массы тела. Сброшенные слишком быстрые килограммы также быстро возвращаются сразу после того, как вы перестаёте сидеть на диете. Исследования подтверждают, что во избежание обратного результата нужно отказываться от излишне строгих диет. Если белки и углеводы по своему калоражу можно заменить на жиры и набрать определённое количество калорий, то по биологической ценности эти компоненты абсолютно незаменимы. И поэтому говорить об односторонних и особенно долгосрочных диетах с исключением углеводов или белков или жиров это абсолютно неправильно, неграмотно и это обязательно приведёт к патологии. На фуршетах руки эстрадных звёзд не сразу протягиваются к столу со всякими далеко недиетическими вкусностями. Все прислушиваются к мобильным телефонам. В любой момент может позвонить Маргарита и спросить, чем именно в данный момент почуют себя её подопечные. Баллочка, приветствую. Ну что, я уже здесь, в Москве. Владимир Винокур обратился к Маргарите Королёвой, когда увидел, как выглядят её именитые пациенты. Сотрудничество известного актёра и врача привело к вполне ощутимым результатам. Эстрадный артист за три месяца без вреда для здоровья сбросил почти 30 килограммов. После многолетних диетических мытарств в руках Маргариты Королёвой оказалась и Анита Цуй. Мой диетолог, он, знаете, вот Рита, она меня ругает со страшной силой. Вот, но всё-таки узнав, что я еду в отпуск, она разрешила мне две с половиной недели оторваться на всю катушку. Сегодня Маргарита самый модный диетолог Москвы. Вернее, как сегодня принято называть, врач эстетической медицины. Правда, к вопросам диетологии она тоже пришла весьма извилистым путём. По образованию врач и лично вообще даже кардиолог закончила институт с красным дипломом. Диетология появилась в профессиональной жизни Маргариты Королёвой тогда, когда стала насущной проблема собственного лишнего веса. Когда Рита выходила замуж, она весила 53 килограмма. Таким же оставался её вес после рождения первого ребёнка. Появление второго кардинально изменило ситуацию. Я и мой муж пытались меня несколько откормить, чтобы молочко было по калорине, чтобы ребёночек здоровенький рос. В результате их совместных усилий вес Маргариты увеличился больше, чем в половину на 30 килограммов. На весах появилась цифра 85. Приходит муж с работы, я стою перед зеркалом и плачу, рыдаю. Он бросает собственный дипломат, бросается ко мне. Что случилось? Он говорит, ну посмотри, первый ребёнок, второй ребёнок, вот личная жизнь для чего довела. Он говорит, ну что ты рыдаешь? Ну всё равно, вот я люблю тебя, такой какая ты есть. Он видит, что рыдания мои продолжаются, он в итоге мне говорит, и всё равно, я тебе хочу сказать, что бы ты ни делала, какими бы голодовками ты не занималась бы, что бы ты ни предпринимала бы, ты всё равно будешь иметь лишний вес. И вот это меня задело. Я не смогу, у меня не получится. Я буду носить лишний вес? Нет, такого не будет никогда. И вот в этот момент, именно с этого дня всё началось. Маргарита стала изучать специальную литературу по профессиональной врачебной привычке глубоко и всерьёз. Но через некоторое время поняла, ни одна из предлагаемых методик не удовлетворяет её полностью. Те рекомендации, которые дают, скажем, врачи во Франции, в восточных странах, они дают в отношении своих соотечественников. У них свои составы психологические, а у нас совершенно другое. То, что подходит им, не значит, что подходит максимально нам. Вкусовые привычки народов разных стран по меньшей мере удивительны. В некоторых индейских поселениях до сих пор с удовольствием едят жареных муравьёв и заболевают от употребления жареной курицы или варёного яйца. В Корее лакомством считается мясо собаки, во Франции лягушачьи лапки. В большинстве районов Китая с отвращением относятся к молоку, в то время, как в других странах его пьют от рождения и до смерти. Во Вьетнаме с благоговением едят яйца, сто дней пролежавшие в земле, а в Уганде сырых кузнечиков. В отличие от такой всеядности, некоторые африканские племена не едят ничего, что плавает, летает или ползает. Если у них рекомендованы, скажем, во Франции аперитивы, сырые, бекон и всё остальное в программах снижения веса, для нас это те продукты, от которых мы будем иметь лишний вес, мы будем от них поправляться. Существует несколько методов вычисления идеального веса. Первый был предложен ещё сто лет назад французским врачом Полем Броком. Формула проста. От роста в сантиметрах отнимается сто и получается соответствующий этому росту вес в килограммах. Однако, эта формула не учитывала индивидуальные особенности строения тела. Длинные ноги, широкие кости, спортивное телосложение. Сегодня вес в килограммах делится на рост в метрах, возведённых в квадрат. Идеальным показателем для мужчин является индекс от 20 до 25, для женщин от 19 до 24. В России трудно найти людей, которые были бы не предрасположены к тому, чтобы иметь лишний вес. Живём мы в средней полосе, урожай снимается, как правило, один раз в год и всё консервируется. У нас в стране закатываются баночки с помидорками, алгурчиками и другими овощами, скажем, с пряностями. И люди избыток соли получают в большом количестве. Все эти засолы делались не случайно. У нас же зима, мы полгода ходим в подштаниках, да, так сказать. У нас другая вообще природа. И понятно, на зиму делались заготовки всегда. И это годами делалось. И сейчас нам диетолог будет рассказывать, что вся эта многовековая наша кухня, она просто от лукавого. Да, в Майами не надо делать засол никакой, да. А когда минус 20 водка, да, и тяжёлая еда, картошка, тяжёлые салаты и всё остальное это должно присутствовать. Особенно, если человек активно работает, работает физически. Я однажды прочитала интервью одной спортсменки, которая писала о том, что она силу черпает из кислорода. Вы знаете, сначала мне хотелось засмеяться, но потом я подумала, что ведь у меня, наверное, похожая ситуация. Перед сольным концертом, который требует очень больших энергетических затрат, балерина Волочкова выпивает только стакан чая с мёдом. И потом я фактически могу не есть и даже не пить. И вот такая сухость организма, как ни странно, даёт силу. Как там мужика-шахтёра не покормить мясом, там, и там, с огурцами, там, с водкой, он, извините, на вашей диетической пище далеко не уедет. Еда может приносить не только пользу за счёт питательных ингредиентов, которые она несёт, но и вред. И обратная сторона медали как раз лишний вес, а это состояние абсолютного, то есть, это состояние нездоровья. Диета – это нездоровье. Кто это говорит, это глупо. Я считаю, что диеты, я бы вообще все отменила и сказала бы, что это абсолютно неправильно. Сегодня такие споры возможны лишь по одной причине. Невероятно растиражированное слово «диета» потеряло свой первоначальный смысл. На самом деле, наука о питании создавалась вовсе не для коррекции веса. В переводе с греческого диета означает «здоровый образ жизни». На самом деле, человек должен быть естественным. То есть, если человека не парит то, что он там полный, ну и пусть он будет полным, да, какая разница. Но если его напрягает это, то, ну пусть худеет. Но я против того, что из-за пропаганды массированной, человек думает, ну как, все подруги худеют, по телевизору каждый день показывают этих моделей, и я должна быть, да, такой. Сегодня я, слава богу, не худею. То есть, вот, на сегодняшний день для меня существует понятие 50-52 килограмм, и просто уже хотя бы визуально на стрелках весов, да, что ниже этих килограммов уйти я не должна. Почему все должны быть одинаковые 90-60-90? Нет, абсолютно не обязательно не нужно это делать. Прежде всего, человек представляет собой некий индивид. Все мы очень-очень индивидуальны, и когда человек находится в гармонии сам с собой, вот это самое главное. Великая Кукушанель когда-то сказала, что плохая фигура это фигура, перепуганная с ног до головы. Так что уверенность в себе и отказ от стандарта 90-60-90 это серьезная заявка о своей индивидуальности. Ведь есть люди худые, стройные, абсолютно одинокие, несчастные, а есть люди красивые, оптимистичные, позитивные, коммуникабельные, вот свежечки такие, но при этом имеют избыточный вес и они намного более счастливые, чем первые, о которых я говорила. Даже сейчас, если обратить внимание на фотомоделей ведущих, топовых в мире, и даже у них уже формы, так сказать, поменялись, пропорции поменялись, изменились. Сейчас все-таки ближе к нормальным человеческим нормам все приходит. Я думаю, что это правильно. Мудрый Сократ говорил, мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. И главным качеством человека, определяющим счастье его жизненного пути, считал не красоту тела или ума, не быстроту реакции, не юмор, а чувство меры. Надеемся, что вам оно не изменит никогда. Люди должны понять, что ни от этого, ни от дикой худобы зависит их судьба, да? Чтобы они себя не загоняли ни в какие коридоры. Вообще, судьба – это судьба.